Модель Naked Honda CB650R впервые была представлена в 2018 году на выставке в Милане. Мотоцикл позиционировал себя как преемник Honda CB650F и младшая модель в новой линейке Neo Sports Cafe, где главной моделью выступала флагманская Honda CB1000R. У Honda CB650R довольно интересный дизайн. Необычная, хоть и традиционные круглые формы фара в темноте выглядят фантастически. Она выполнена из двух световых блоков, отвечающих за дальний и ближний свет, и разделенных перегородкой с надписью Honda, а также светящегося ободка, который придает колорита и поддерживает корпоративный стиль. Светит она ничуть не хуже, чем выглядит. Весь свет на мотоцикле полностью диодный. Сейчас этим никого не удивишь, но все равно приятно. Honda CB650R имеет широкий бак и маленький узкий хвост с минимумом пластика, что сейчас считается достаточно модным. Отдельного внимания заслуживает приборная панель со встроенными контрольными лампами. Графика выполнена добротно и читается при любых погодных условиях. Руль сместился немного вперед и вниз, чтобы придать облику мотоцикла спортивности и агрессивности, что не мешает принять удобное вертикальное положение. Целый мотоцикл выглядит очень гармонично и по внешнему виду сильно напоминает своего старшего брата CP1000R. Силовая установка нового Honda CB650R прибавила в мощности 5%, которая составляет теперь 94 л.с. на 10 000 оборотов в минуту. Крутящий момент достигает максимума в 64 Нм при 8500. Мотор стал по-настоящему спортбайковским и крутильным аж до 13 000 оборотов. До 8 000 мотоцикла можно эксплуатировать в спокойном городском режиме, но после двигатель буквально просыпается, что позволяет ускоряться весьма быстро. Плюс компактная коробка передач работает в паре со сцеплением с новой обгонной муфтой, которая защищает от обратного крутящего момента и уменьшает усилие на рычаге сцепления. Максимальная скорость мотоцикла в 220 км в час. Разработчики Honda наконец избавились от обычной телескопической вилки и поставили 41-мм перевернутую, ее наклон 32 градуса, а клиренс в 150 мм и колесная база в 1450 мм позволяют Honda CB650R стабильно идти по прямой и уверенно чувствуют себя в поворотах. Также заслуживают внимание 17-дюймовые диски с полыми спицами, которые снижают вес мотоцикла на чуть более 1 кг и уменьшают гироскопический эффект, облегчая управляемость мотоцикла. Колеса обуты в резину размерностью 120 на 70 спереди и 180 на 55 сзади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В тормозной системе на смену двухпоршневым пришли четырехпоршневые скобы. В паре с двухканальной АБС такие тормоза моментально осаживают мотоцикл. Электронную часть аппарата тоже усовершенствуют. Добавился трекшн-контроль. Простенький, без возможности регулировок, но все же он есть, и это большой плюс. Отключенный трекшн позволяет исполнять скромные городские хулиганства, например, пожечь резину на светофоре или проехать на заднем колесе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хонда также обновила свою диагональную раму и облегчила ее, сделав более тонкими задний подрамник и крепление двигателя, а также облегчив асимметричный литой алюминиевый маятник. В итоге удалось сбросить 6 килограмм по сравнению с Хонда CB650F. Изменения дают байку совершенно другой характер и управляемость, которые позволяют ехать на нем с куда большим удовольствием, чем на предыдущей модели. Хонда CB650R все же городской мотоцикл, узкий, маленький и юркий. Эти определения про него, и со своими задачами в городе он справляется на 5 плюсов, чего в Хонда и добивались. Цена на 2020 год стартует с отметки в 750 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok